Это рубрика «Город. Точка зрения». Добрый вечер. Сегодня это «Точка зрения» призера Олимпийских игр Стефании Елфутиной. Здравствуйте, Стефания. Здравствуйте. Наверняка вы уже слышали в свой адрес большое количество поздравнений. Я с радостью к ним присоединяюсь. Однако победная эйфория уже немного прошла. Вы приехали домой, на свою родину. Что сделали первым делом, когда вернулись на Кубань? Я постаралась выспаться, отдохнуть, по максимуму проводить время с семьей и наслаждаться отдыхом. Тот список дел, которые вы запланировали после важного дела, удалось выполнить или хотя бы частично? Ну, что-то уже выполнило, а что-то еще в процессе. Если немного вернуться все-таки к важному событию в вашей жизни, которое произошло совсем недавно, все-таки последняя медаль в этом виде спорта была завоевана аж в 1996 году. Это еще до вашего рождения. Каково это осознавать, что именно вы вернули вот такую медальную историю, что ли, в нашу страну в плане виндсерфинга? Вы знаете, мне кажется, я была бы одинаково рада этой медали. Несмотря на то, была последняя 20 лет назад или 4 года назад, я не чувствую именно вот этого временного провала, но надеюсь, что в будущем не будет такого больше повторяться. Теперь о вашем настрое. Настроены ли вы и дальше продолжать медальную олимпийскую историю? Может быть, уже золото или поступательно серебро на следующую Олимпиаду? Какие планы? Для начала начнем новый сезон, готовится. У нас будет ответственное соревнование и в следующем году, и другие три года до Олимпиады 2020. И это также будет очень сложное мероприятие, поэтому загадывать заранее ничего не хочется. Спорт – дело такое, но хотелось бы, конечно. И продолжая тему спорта, понятное дело, он не может без тренировок. Скорее всего, на отдых было не так много времени. Когда начнутся ближайшие тренировки? Ну, сейчас я все равно тренируюсь, несмотря на то, что не хожу на воду на олимпийском оборудовании. Дома каждый день я занимаюсь ОФП, и иногда выхожу на воду на другом оборудовании, более любительском. Для себя, для души? Да, и начинаются соревнования, в которых я буду принимать участие на Должанке, и это любительские соревнования. Я думаю, ваши болельщики могут прийти и посмотреть. Возможно. Что ж, немного вашей истории. Вы занимались и плаванием, и танцами. Почему именно виндсерфинг? Ведь это весьма экзотичный вид спорта для нашей страны. Для нашей страны – да, но для Ейска совершенно нет. Для города, где я выросла. Море, ветер, хорошие погодные условия дают возможность обучению и занятиям виндсерфинга. Поэтому очень много людей съезжаются в Ейск научиться покататься, и очень много местных этим занимается. И для меня это не было никакой экзотикой. Просто из большого выбора различных кружков и секций, где я занималась, виндсерфинг понравился мне больше всего. Немножко еще об условиях. Ведь все-таки зимы-то у нас не такие уж и теплые, хоть мы и южный край. Где тренируетесь зимой? Я занимаюсь в яхт-клубе в Сочи. Там чисто в спортивной школе. И в Сочи самые благоприятные условия для парусного спорта в России. Потому что там самая теплая зима, где только можно найти в России. И там, в принципе, 11 месяцев в году мы можем выходить на воду. На вашей страничке в социальной сети есть псевдоним «Белая акула». Как появился этот псевдоним? Когда вы участвуете в гонке, вы представляете, что вы охотитесь за соперницей? Нет, в гонке это все забывается. И вообще этот мой псевдоним, я сама про него забываю периодически, а потом вопросами. Мне о нем напоминают. Получилось все совершенно спонтанно. Я увидела рекламу. Там девочка сидела с пеной на голове, маленькая в ванной. И было написано «Я белая акула». Мне просто понравилась картинка и запись. Я записала в соцсети как статус. И напрочь забыла про этот статус. Вообще не меняла его два года. И потом люди начали интересоваться. Вот так как-то и получилось. Ну, так или иначе, это вызывает интерес. Потому что все-таки связано с водным видом спорта. Особенно когда на воде какая-то конкуренция, какая-то борьба. Белая акула весьма серьезный хищник. И вы это подтвердили на Олимпиаде. Да, я согласна. Возможно, конечно, прямой ассоциации нет. Но на воде приходится довольно жестко себя вести. Потому что это все-таки соревнования, конкуренции. И в переносном смысле скидать соперницы. Что ж, Стефания, большое вам спасибо за то, что нашли время и ответили на наши вопросы. От себя хочется пожелать вам еще больше спортивных побед и успехов. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. На этом у меня все. И я передаю слово моим коллегам.